В День космонавтики Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в Российской Федерации. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил главные направления развития отрасли. Одно из них — создание системы сфера, которая должна привести к укреплению экономического развития государства и повышению качества жизни людей. Новые спутники дистанционного зондирования Земли и всепогодные радиолокационные аппараты будут способствовать развитию Арктики и Северного морского пути. И это только одно из направлений развития отечественной космонавтики. Второе — это, конечно, лунные исследования. И здесь президент подчеркнул свое глубокое внимание к финансированию научных фундаментальных программ. Как известно, мы в конце этого года должны достичь стартовой готовности для запуска Луны-25. Это спустя 45 лет мы возвращаемся на поверхность Луны, на Южный полюс, где никто еще до нас не был. Дальнейшую программу исследований Луны с помощью орбитальных и тяжелых посадочных станций поддержал президент. Отдельная тема — это, конечно, космическая ядерная энергетика. Здесь у России есть приоритет. Президент очень внимательно выслушал все, что уже наработано и центром Келдыша, и Касовским беру, арсенал в Санкт-Петербурге. Некоторые элементы вот этого колоссального межпланетного ядерного буксира, они уже в железе существуют. Ну и, конечно, были затронуты темы создания новых средств воведения. Ракет-носители легкого, среднего и сверхтяжелого классов с возможностью возвращения ступеней. Особо хотел бы отметить вопрос, который ставили неоднократно, и сегодня он получил свою поддержку. О увеличении денежного содержания отряда космонавтов, в общем, существенно для не летавших еще наших космонавтов, для наших молодых ребят, которые только-только пришли в набор. Понятно, что мотивация тех, кто приходит в отряд космонавтов, она не денежная. Это люди, которые энтузиасты космоса, которые готовы рисковать собой, а риск до сих пор колоссальный присутствует в этой профессии. И она очень тяжелая, потому что готовиться к полету можно и 5, и 7, и 10 лет, а можно даже и больше. 9 апреля с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союзом С-18 к Международной космической станции. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. Уже через 3 часа и 23 минуты произошла стыковка с МКС. После открытия люков между кораблем Союзом С-18 и станцией начал работу экипаж в составе 10 человек. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Куть-Сверчков, Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннен Уокер, Марк Ван Дэхай и представитель японского космического агентства Сой Чинагучи. Самочувствие прекрасное, настроение в боеве и декуда. Пилотируемый корабль Союзом С-18 доставил на борт МКС 169 килограммов полезных грузов. Планируется, что в октябре на Землю вернется Олег Новицкий с двумя участниками космического полета, которые прилетят на корабле Союзом С-19 в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». Космонавт Петр Дубров и астронавт Марк Ван Дэхай останутся на станции еще на несколько месяцев. В программе новой длительной экспедиции более полусотни научно-прикладных исследований и экспериментов, проведения регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции и дооснащения ее оборудования. Экипаж будет принимать модуль «Наука». За время экспедиции Олегу Новицкому предстоит дважды выйти в открытый космос, а Петру Дуброву — целых пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию нового российского модуля. На 17 апреля запланировано возвращение экипажа корабля «Союзом С-17» с экипажем МКС-64 в составе Сергея Рыжикова, Сергея Куть-Сверчкова и Кэтлин Рубинс. Следите за нашими прямыми трансляциями. 12 апреля человечество отметило 60-летие первого полета в космос. Летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» за 108 минут облетел нашу планету и благополучно вернулся на Землю. Вся наша страна и весь мир праздновал победу человека над земным притяжением. О достижениях современной отечественной ракетно-космической отрасли рассказал в День космонавтики генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Я вам хочу сказать, что сейчас у нас ощущение осторожного оптимизма, потому что мы начали эту работу. Мы вошли в испытания, летные испытания «Ангары». 14 декабря, вот совсем недавно, она полетела. И в этом году полетит не менее двух-трех раз, это точно. Выходим на серийное производство. Мы переходим на серийное производство и огневые испытания тех двигателей, которые являются уникальным научно-техническим заделом для нас, в том числе самые мощные жидкостные ракетные двигатели. Мы приступили к разработке принципиально новых ракетных двигателей на метание, на водороде. Мы строим стартовые комплексы, несколько стартовых комплексов на Космодроме Восточном. Мы восстанавливаем те комплексы, которые нам нужны на Байконуре. По традиции, 12 апреля делегация Госкорпорации «Роскосмос» возложила цветы к кремлевской стене, почти в память первопроходца космоса Юрия Алексеевича Гагарина и главного конструктора Сергея Павловича Королева. В этот же праздничный день Центр управления полетами посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и внук Сергея Королева Андрей Королев. Гости пообщались с космонавтами на орбите и поздравили их с праздником. Это великий день, на самом деле, в истории, и вы абсолютные сверхчеловеки, с нашей точки зрения. То, что вы проходите во время подготовки, во время обучения, и то, что вы делаете там, знаете, что мы с вами, мы вами восхищаемся. Вот с нашей маленькой земли, которая вам кажется не очень большой, на которую вы смотрите свысока, мы абсолютно вами гордимся, восхищаемся, и, пожалуйста, летайте там аккуратно, и большое вам спасибо за всё, что вы делаете там. Прибор ХЭНД, сделанный в Институте космических исследований Российской академии наук, отметил 20-летие работы на борту космического аппарата «Марс-Одиссей». Детектор высокоэнергичных нейтронов открыл значительную массовую долю воды в грунте верхнего слоя поверхности Марса на экваториальных и умеренных широтах и обнаружил обширные области вечной мерзлоты в приполярных регионах. На основе этих результатов сформировались современные представления о природных условиях на Марсе и его эволюции в прошлом. Вот таким образом главный наш научный результат заключается в том, что в веществе Марса на глубине порядка 60 сантиметров воды бывает достаточно много, даже близко к экватору. Это не та вечная мерзлота, которую мы наблюдаем в приполярных областях. Это экватор Марса, это те районы, где поверхность достаточно сильно прогревается. Это не водяной лед, это та вода, которая входит в химическую структуру вещества. И то, что ее может быть так много, действительно подтверждает, что в древнем Марсе были такие эпохи, когда вода была, скажем, таким основным химическим соединением, которое, может быть, определяло геологическую эволюцию планеты. И очень может быть, что именно в эти эпохи там могли существовать какие-то ранние примитивные организмы, которые нам еще предстоит найти. Команда Хэнд также провела непрерывный мониторинг космического гамма-излучения и поиска гамма-всплесков. За 20 лет было зарегистрировано 635 событий. На основе эксперимента Хэнд в Океан были созданы более продвинутые нейтронные детекторы Лэнд и Фрэнд для орбитального картографирования Луны и Марса. С их помощью ученые существенно повысили пространственное разрешение распределения воды на спутники нашей Земли и Красной планете. Одновитковая схема стыковки космического корабля «Прогресс» с МКС может быть опробована уже в следующем году. Сначала специалисты проведут сверхбыстрый полет на транспортном грузовом корабле, а затем и на пилотируемом. Об этом сообщил журналистом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Компания OneWeb планирует создать на территории России три наземные станции сопряжения, которые выступят посредником между спутником и устройством абонента при приеме данных из космоса. С помощью российских ракет-носителей «Союз» выведено уже 110 спутников. В аппаратах OneWeb используются и российские компоненты, например, плазменные двигатели. Европейское космическое агентство отправило в Россию камеру «Пилот-Д». Она предназначена для обеспечения высокоточной посадки российского аппарата в рамках миссии «Луна-25». Систему навигации для высокоточной посадки также установят на аппарат, который запустят в рамках следующей миссии «Луна-27». Запуск аппарата «Луна-25» должен состояться в октябре этого года. Ученые зафиксировали три наиболее быстро вращающихся коричневых карлика из когда-либо найденных. Коричневый карлик – это промежуточное космическое тело, которое массивнее, чем самые крупноизвестные планеты, но недостаточно тяжелое, чтобы в их недрах протекали ядерные реакции, подобные звездным. Все быстро вращающиеся коричневые карлики диаметром примерно с Юпитер, но в 40-70 раз массивнее. Каждый коричневый карлик совершает оборот примерно за один час. Это в 9 раз быстрее, чем известные газовые гиганты. Марс и Плеяды за уксусным холмом. Звездное скопление «Семь сестер» или Плеяды – одни из самых молодых и горячих из известных звезд. Снимок сделан Кристианом Ричаром в Милфорде, Канада. В следующий раз сближение Марса и Плеяд произойдет лишь только в 2038 году. Туманность «Кошачий глаз» – красивейшая планетарная туманность на расстоянии 3000 световых лет от Земли. В центре двойная умирающая звезда, которая скидывает оболочку. Это одна из самых сложных по структуре туманностей подобного типа. Автор Джейсон Гуэнзель. Зодиакальная ночь. Панорама сфотографирована в Пиренеях на юге Франции. Гора Вольер – самый высокий пик около центра картинки. Его высота 2838 метров. На небе знакомы и звезды Ориона из Северного Зимнего Млечного Пути. Справа зодиакальный свет. Астероидная пыль между Марсом и Юпитером. Снимок сделан Жаном Франсуа Графаном. Присылайте нам ваши вопросы о космосе, а также астрофотографии на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в среду в космической среде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok